Субтитры подогнал «Симон» Мы ходили по ровной земле и не знали, что у земли есть расщелины или разломы. В чем секрет расколов земли? И правда ли, что если бы не они, мы бы не смогли жить на земле? Как эти расколы защищают землю от взрыва? Расколы земли. Даже эта земля раскалывается и трескается. За всю свою жизнь я видел много таких трещин. Но и представить себе не мог, что они имеют смысл и пользу. Сегодня я убедился, что каждое движение или явление вокруг нас имеет причину и цель. Неважно, знаем ли мы об этом или нет. Таково творение Аллаха, который выполнил все в совершенстве. Разломы в земле представляют собой продольные трещины, которые простираются на расстоянии от нескольких метров до десятков километров. С ними сопряжено движение. Либо горизонтальное, когда массы горных пород скользят друг через друга. Либо вертикальное, когда одна их часть опускается вниз, а другая поднимается наверх. Или же присутствуют оба типа движений. И тогда горные породы скользят, и при этом часть из них понижается, а другая часть повышается. В частности, землетрясения возникают, когда горные породы разламываются под воздействием силы, вызванной движением тектонических плит. В момент, когда горная порода раскалывается, формируется разлом, который называется сдвигом горных пород. Этот сдвиг разъединяет два блока горных пород, каждый из которых двигается в противоположном направлении. В зависимости от размера сдвига, от того, насколько длинный или большой этот сдвиг, и сколько движения было сопряжено с процессом образования разлома, у нас образуются землетрясения, или небольшие, или сильные. Глубина некоторых таких впадин в земной коре достигает 70 километров, и их называют рифтовыми долинами. Эти сдвиги и разломы и сформировали поверхность земли. Они разделили сверхконтинент на семь современных материков. Они помогли образовать дно морей и океанов, и горные хребты. Поэтому мы можем сказать, что горы формировались в течение очень долгого времени. Я говорю о миллионах лет. Это связано с активностью разломов, которые были образованы и будут образовываться в будущих землетрясениях. Этому взаимному удалению, с другой стороны, противостоит столкновение. Если у меня есть один континент, и он раскололся посередине, то две эти половины начинают двигаться и удаляться друг от друга. С середины расстояния между ними, часть материка начинает подныривать под край противоположного материка. И то же самое происходит с другой стороны. Таким образом формируются горные цепи. Самое поразительное в этих образованных в земле разломах, мы знаем, что они сформированы из твердых материалов, так что если они упадут на нас, будет очень больно. Но достаточно долгое время подвергаясь нагреву, они становятся жидким материалом. Это значит, что их даже можно будет свернуть, если они подвергнутся какой-либо силе изнутри земли. Как следствие, мы находим, что в природе они образуют очень красивые конструкции, например, формы, которые выглядят как морщины или складки. Мы можем увидеть их у многих гор или вообще-то у всех гор. Практические эксперименты всегда доносят до нас информацию в лучшем виде. Мы должны понять, как раскалывается земля. Доктор, мы бы хотели, чтобы вы объяснили, что здесь произошло, что мы только что видели. Вы знаете, что плиты на поверхности земли отделены друг от друга. Поэтому они двигаются. И это приводит не только к землетрясениям, но также и отвечает за формирование поверхности океанского дна и гор. Эксперимент, который вы только что видели, относится к серии экспериментов, в которых мы изучаем, что может произойти, если плиты будут расходиться друг от друга очень медленно. Как это, например, происходит сейчас в Красном море, в Исландии и в нескольких других местах нашей планеты. Движения плит, которые удаляются друг от друга в доступном им пространстве на протяжении долгого периода времени, в конечном итоге приводят к образованию рельефа на морском дне, как мы видим это в Красном море. Также это приводит к другим аспектам, теперь уже кратковременным, то есть к образованию землетрясений, например, и к разлому крупных блоков горных пород, составляющих поверхность земли. Слово «садр» — «раскол». В арабском языке отличается от слова «шак» — «раскалывание трещина». «Садр» — «земли» означает, что земля раскололась, и при этом края разлома двигаются. Именно это мы и видели в лаборатории. Ученые сказали об аяте, клянусь землей раскалываемой, что эти расколы происходят, когда растения прорастают из земли, и это правда. Но благодаря современным научным исследованиям было доказано, что под расколом может иметься в виду нечто гораздо большее. Первое, что приходило нам в голову, это обычные и знакомые нам трещины на земле. Но после Второй мировой войны ученые спустились на дно океанов и морей и обнаружили, что все мировые океаны и многие моря стоят на глубоких впадинах в земной коре, на очень глубоких трещинах. И это еще не все. Многие из этих явлений и процессов также связаны с образованием различных природных богатств. Например, много гидрокарбонатов и нефтяных богатств, имеющихся на нашей планете, были сформированы в подобной среде. Когда выходят эти растворы, пары и газы, они всегда обогащают горные породы минералами. Они выходят наружу через разломы. Так же и водные источники или что-то другое. Все они выходят через эти разломы. Мы не можем сказать, хорошо это или не хорошо, то, что на земле существуют эти тектонические движения и, например, землетрясения. Такова природа земли. Это показывает нам, что земля — это живая планета. Садо бывает трех видов. Когда земля раскалывается для выхода растений, трещины на сухой земле, это чаще всего происходит в пустынных регионах, и глубокие разломы, которые образуют рифтовые долины и чаще всего встречаются в океанских глубинах. После проведения исследований нам стало ясно, что земля окружена огромной сетью тектонических разломов, которые простираются на сотни тысяч километров. Они полностью окружают землю и представляют собой защитный клапан земли. Почему? На земле находятся различные радиоактивные элементы в разных количествах, под земной корой. Также они есть и в самой коре, но больше всего сосредоточены они под корой. По своей природе радиоактивные элементы Аллах, Велик Он и Славен, дал им способность саморазлагаться, непроизвольно распадаться на постоянном уровне. Уран распадается в свинец, Тори также распадается в свинец. За время процессов распада высвобождается огромное количество энергии. Эта энергия плавит на земле горные породы, их объем увеличивается, и все это приводит к извержению вулканов. Если эти извержения не смогли бы найти для себя возможность выйти наружу и вывести миллионы тонн расплавленных пород, это бы уничтожило землю. Если вы хотите понять причину всех этих опасностей и геологических ресурсов, вам нужно понять эти процессы и проанализировать их. Эти разломы полезны, потому что когда в этих местах происходят взрывы и наружу выходит вулканический материал и лава, то именно в этих областях потом находят сырье. И таким образом с разломами связаны минералы. даже климат, как мы наблюдали в течение долгого времени, они оказывают на климат положительный эффект, восстанавливая поверхность земли и улучшая литосферный слой в районах разрушения и на горных склонах. Этот слой земли называется литосферой. Так время от времени эти разломы обновляют вещества и земную кору. Из-за этого ученые называют область по периметру Тихого океана огненным кольцом. В этой области происходит больше всего вулканических извержений и землетрясений. Субтитры создавал DimaTorzok «Воистину Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после него их уже не удержит. Через разломы Аллах, Свят Он и Велик, сохранил землю от уничтожения. И Он, охраняющий, причист Он и возвышен. Так же, как Аллах, Свят Он и Велик, сохранил землю от уничтожения, Ему тем более не составит труда сохранить тебя и твоих детей и позаботиться о них. Аллах выделил для нас ангелов, которые охраняют нас и оказал нам честь посредством афкаров, слов поминания Аллаха, которые нас оберегают. И нет такой безопасности и заботы, которая была бы совершенней заботы Всевышнего Аллаха». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok